здравствуйте дорогие друзья подписчики гости канала с вами елена соскучились и я за вами ну что мои хорошие вышла на улицу чтобы с вами поговорить дома такая у нас духота стоит невыносимая просто знаете друзья чем дело а дело в том что я получила очень много комментариев негативных комментариях комментариях на свое начать видео о том что мама от не отказалась и у меня просто нет слов я и ревела и знаете нет никакого желания и сил кому-то что-то мне доказывать да но все же я решила немножко так что приоткрыть занавес и все-таки наверное вам как-то подробнее рассказать чтобы вы все-таки вошли в круздела что почему так получилось но во-первых я свою маму не выгоняла из дома с квартиры она приняла сама такое решение она решила уйти и жить с сыном это ее право я такая же дочь как он такой же сын и мы с ней вместе вернее с ней вместе имеем одинаковые права до чтобы ухаживать за своей матерью он очень долгое время отсутствовал в ее жизни он видно был постоянно ее любимчиком вот поэтому она так и сделала что как только он постучался в ее дверь она решила все забыть простить и принять но это естественно это ее право это ее решение только она одна может как говорится решать за то как ей поступать вот и я естественно была против того чтобы она уходила я с ней очень долго и много разговаривал на эту тему ну она уперлась и все есть значит вот сын ее дороже почему так все произошло да потому что когда только когда только мама приняла решение что она как же не тяжело обо всем этом вспоминать и говорить в общем когда только она приняла решение что она хочет к нам переехать в белогорск к детям а кому к детям на в общем среди мой брат сейчас девочки здесь присяду не буду с вами разговаривать вот так здесь присела в тенечке в закуточки в общем когда только мама приняла такое решение что она хочет жить с нами она естественно позвонила мне раньше у нас были переговорные пункты и сказала лен я так больше жить не могу я хочу жить рядом с вами вот в то время что в дальнегорске значит квартиры стоили очень дешево копейки да вот работы не было мама у меня была на пенсии очень я был на пенсии и она сказала нам очень тяжело и особенно ей было очень тяжело очень меня выпивал очень очень сильно выпивал вот и мы естественно с мужем приняли такое решение что пусть мама к нам переезжает а здесь значит уже решим вопрос жилищный все такое прочее но естественно когда дима как бы жил тоже в белогорске а как получилось что он что попал дима в белогорск когда он еще был молодой зеленый да мы тогда значит при помощи значит мамы как говорится опять же у нас мама да это попросила нас заберите его к себе потому что дальнегорске ему не будет жить я там друзья такие алкоголики и все такое прочее работа особо нет типа вы возьмите его к себе и пусть он живет с вами ну а там дальше будет видно но естественно мы естественно мы с мужем согласились пусть приезжает пусть живет я-то работала заведующей в магазине в общем уговорила хозяина магазина мы его взяли значит оформили все официально он работал у нас грузчиком получал кстати неплохие деньги да вот здесь же он скорости познакомился с очень хорошей женщиной девушкой по тем временам девушкой да вот и они стали жить вместе и впоследствии она стала его женой она родила ему дочку вот хотя она уже до этого была замужем но была в разводе у нее был сын он воспитал значит сына как своего он значит дочку стал воспитывать да когда она родилась все у них было прекрасно но дело в том что когда вот когда именно мы купили маме дом я когда его попросила дим давай поможем маме давай купим сложимся деньги купим ей дом дима отказался сказал что у него денег таких нет понимаете в чем дело у него нет таких денег и выходит мы должны были с мужем сами как-то значит все это дело решать все эти наши проблемы семейные да но я считаю что семейные проблемы я говорю ну ладно на нет суда нет будем сами решать мы приняли решение купили этот дом взяли суду купили этот дом когда на новоселье мы пригласили диму с семьей он пришел и вот именно в тот день нам устроил скандал что оказывается мы должны были переписать дом на маму и пока мы его не перепишем он сюда не ногой понимаете в чем дело я с мужем купила дом за свои деньги вот я сделала все возможное невозможное чтобы у матери было какое-то жилье да мы потом в этот день в этот дом вложили такие бешеные деньги чтобы отремонтировать привести в порядок да мама нам дала 20 тысяч рублей здесь мне уже пишут значит в комментариях вам мама дала 20 тысяч долларов откуда такая сумма откуда такая сумма я чуть ничего не могу понять 20 долларов кто вообще вам такую херню сказал что мама мне дала 20 тысяч долларов и теперь ему кипа я должна я дать по курсу откуда вообще такие сведения или кто это может быть брат мой пишет 20 тысяч долларов короче говоря я вообще в шоке понимаете я в шоке да мама нам дала такие деньги 20 тысяч мы значит отдали эту оставшуюся сумму хозяину дома который значит нам не стал у нас забирать все деньги чтобы мы хоть чтобы мы хоть как-то смогли отремонтировать значит этот козистый домик мы значила привели в божеский вид и потом еще кстати мы столько денег туда вложили в этот домик чтобы его привести именно в божеский вид мы сделали там такую огромную пристройку кстати потом в этой пристройке я как-то вот уже даже готовила соленья и все прочее вам показывала но брат после этого как сделано такую предъяву что пока на маму дом не перепишут он не появится он так и ни разу не появился за десять лет понимаете в чем дело когда мой отчим умер я ему звонила дима умер дед надо как-то помочь он мне сказал что он мне ничем не помог и я вам помогать ничем не буду это его слова девочки он перед богом клянусь вот хорошо мы где-то похоронили мы с мужем поставили памятник мы с мужем ухаживаем за могилкой мама это знает прекрасно вот мамина пенсия ну что там сказать раньше она не получала такие деньги раньше у нее там было сколько десятка или сколько вот да она нам давала деньги мы жили вместе почему бы и нет да вот не будет же на ее в кубышку складывать она нам помогала нам давала деньги но когда мне написали там да значит такие доброжелатели что якобы я свой бизнес просрала и за счет мамы там выживала это все неправда это совершенно все неправда я влезла в суду и потом мой муж рассчитался за эту суду но о чем вообще вы говорите господи твой боже мой а неужели вот правда все такие умные а только я здесь одна такая дура она жила же с нами да мама жила она с нами она у меня никогда ни в чем не нуждалась совершенно никогда ни в чем даже если мы у нее взяли допустим там а эти копейки лекарства не были все одет она была была а будто от и до я ездила в китай я покупала ей вещи все было хорошо все было хорошо до тех пор пока значит у димы не случилось неприятности там семье он решил развестись своей женой вернее она с ним решила развестись да и вот тогда все значит началось он пришел к нам вспомнил 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 что у него есть мама что у него есть ой машка летает что значит у него есть сестра а а так как он знал что этот дом мой он пришел естественно к мамы ни слова и не сказал но при мне начал висеть такие беседы что вот мол типа развожусь жить негде я же добрая душа я же душа на распашку я грудим ну в чем проблема вот есть мамы дом приходи живее приходи живее вот он естественно только за он согласился и решил прийти и жить вместе с мамой но буквально до его прихода где-то месяца за два мы решили продать дом решили продать и переехать значит в коммунальную квартиру мама об этом знала все прекрасно ну димке мы конечно естественно ничего не говорили потому что как бы решение еще не созрело но уже были такие у нас задумки да вот мы дали объявление все что продаем дом и стали подыскивать квартиру и вот вы знаете так неожиданно значит все это дело у нас решилось хотя знаете хочу вам то сказать что димка мне на огороде помогал от и до вот в чем как говорится я просто ему благодарна он мне помогал очень хорошо мы с ним и картошку садили мы с ним и пололи и мы с ним и окучивали и в основном он окучивал и полол да в общем ну прям я не могла просто на него нарадоваться думаю ну как парень изменился как он изменился и землю полюбил хотя раньше ее не любил и все на свете вот но мои моя радость была недолгая вот после того как а нет еще вам даже вам не сказала еще вам самого интересного значит мы собрались значит с сыном ехать в китай вот у димы денег не было и мой сын ему говорит дима давайте займите 25 тысяч потом отдашь 25 по-моему или 20 или 25 что такое вот но он согласился съездили мы в китай там димка значит набрал себе дочери там подарков всего знаешь ну отдохнули хорошо все когда приехали буквально через месяц кирилл ему сказал будешь отдавать мне ну тысяч по пять каждый месяц ну типа нормально будет мой-то сын вообще был очень обеспеченным молодым человеком вот у него была хорошая зарплата и в общем помню была получка Дима значит принес деньги отдал нам пять тысяч на еду вот и отдал кириллу пять тысяч за то что занимал ну как бы они как договорились за пять тысяч вот ну и что вы думаете видите здесь буквально на неделе они едут отдыхать на речку на рыбалку мой муж Кирюшка и Дима приезжает оттуда во мне Кирилл говорит мам я Димы просил весь долг я говорю как простил что не поняла ну и что он там посидел мне так поплакался мол типа что это что же мол типа денег у него нет платит алименты десять тысяч получка там сорок с небольшим ну как жить туда-сюда ну я говорю Дим да ладно мол типа это самое не отдавай представляете и все он ему просил этот долг это был один долг потом мы поехали еще там раз потом в Китай это был потом уже второй долг также он ему дал и когда я все ему напомнила Димы говорю Дима говорю вот мы тебя столько выручали верни мой сын и мы тебе также помогали а он мне знаете что мне сказал дают бери бьют беги вот вся благодарность зрелого мужика вся благодарность своим родственникам к своему племяннику я говорю ну я вообще просто в шоке он говорит ну а ты что хотела такая не мы такие жизнь такая вот так мои хорошие а вы сейчас мне еще там будете что-то говорить что он такой у меня золотой да ему так же мама моя нужна вернее наша мама ради чего вы думаете для мамы всегда двери открыты всегда пусть в любое время приходит и живет хотя она мне сказала что она к нам больше не вернется естественно после того что она наговорила мне моей семье внукам я так поняла что ей никто не нужен кроме Димы она даже о внуках своих не переживает вы знаете было у Кристиночки день рождения она даже не поздравила с днем рождения вот вы не поверите но это так она даже не поздравила перед ее буквально день рождения было в феврале день рождения на 80 лет мой Кирюшка ей отметил такую днюху мы там в кафе заказывали всех родственников приглашали в общем было все весело все было супер вот на следующий год когда она ушла вернее через год перед ее днем рождения я ей звонила она так меня сильно обидела она так меня сильно просто обидела своими словами и сказала что я больше ей никто я вам честно вам скажу у нее был день рождения даже и не поздравила вот до того я ревела в этот день рождения до того я ревела мне до того было плохо я думала вообще с ума сойду а после дня рождения ей позвонила говорю маму говорю ты меня прости я вот ну не поздравила я очень обиделась на тебя она это твое право вы понимаете в чем дело я говорю ну хорошо это мое право ладно я я виновата я у тебя прошу просто напросто прощения она просто взяла и отключилась она ничего мне не сказала у меня было 12 мая день рождения она меня также просто напросто взяла и не поздравила а потом она это мотивировала тем что я же ее не поздравила с днем рождения вот вы мне скажите разве вот мать которая любит своего ребенка так поступит вы можете мне сейчас возразить сказать что вот дочь которая любит свою мать так поступит наверное нет но я была до того обижена понимаете я была до того обижена оскорблена вот до глубины души мы же никогда раньше с ней не ссорились никогда понимаете пока не появился в моей жизни вот в нашей жизни мой брат который сделал все возможное и невозможное чтобы мы с ней расссорились он делает все возможное и невозможное чтобы мы с матерью одолелись друг от друга это я так понимаю он ее накручивает он ей там что-то советует ну в чем мы виноваты в чем мы с моим мужем и с моими детьми внуками виноваты в том что она не захотела с нами жить она решила устроить жизнь своего сына решила устроить ее за наш счет с мужем я еще раз повторяю что маму никто не выгонял она может вернуться в любой момент и жить с нами но в мой последний разговор она мне сказала что я никогда в жизни к вам не вернусь ну видно понимать свою ошибку ей стыдно но я ей сказала мам мои двери для тебя всегда открыты ты можешь сюда прийти и жить вместе с нами мы только будем рады тебе и знаете что она мне сказала рады чему моей пенсии представляете хотя знаете вот ее пенсия последний год последний год нам можно сказать вообще не доставалось ну если так грубо говоря да ну там давала тоже каких-то пять тысяч она остальные деньги вот она же в последнее время стала получать последние полтора года по 30 тысяч где-то стала получать может даже больше получает вот она все деньги забирала себе у нее то благовещенск у нее то лекарство то лечение то туда-сюда то день рождения там всякие у сестер мы ей слова и не говорили и когда она мне позвонила и сказала я же получала за нее пенсию мне привозили кстати домой она мне позвонила и сказала Лена значит Дима сейчас сделает карточку на эту карточку будут приводить пенсию ты когда приедет почтальонша привезет пенсию ей скажи что это последний раз она приезжает там это самое я говорю хорошо мам хорошо делайте как хотите это ваше право это ваши деньги вот но когда я ее спросила говорю мам а вы деньги собираете вообще на квартиру как она сказала мы с Димой будем собирать деньги на квартиру я говорю собираете она да собираем собираем один раз ее спросила сколько нас собирали она говорит 90 тысяч я говорю мам вот давай говорю Дима так говорил что чтобы купить двухкомнатную квартиру взять ипотеку надо значит заплатить там от стоимости квартиры там какую то значит часть вот и как бы надо было ему 130 тысяч по моему я говорю мам давай говорю я вам добавлю деньги пусть Дима берет ипотеку и купит квартиру ты живешь с ним ты ему поможешь пока выплачивать вот и потом Димке останется квартира я даже сделала вариант этой квартиры предложила он отказался понимаете в чем дело он просто-напросто взял и отказался и кстати я делала два таких варианта вот последний раз когда звонила полмесяца тому назад маме говорю мам говорю у нас здесь продают квартиру однокомнатная правда вот пятьсот тысяч всего пятьсот тысяч говорю мам давай говорю вы же там насобирали деньги и я вам добавлю купите говорю квартиру Димке мама ты как говорится не вечная Димка потом будет с квартирой ну будет он выплачивать ты пока как говорится дай бог тебе здоровья жива поможешь ему в этом он сам зарабатывать неплохо почему по-моему нет она хорошо ли я поговорю с Димой буквально через пару дней перезваниваю говорю мам говорю ну что вы там что вы там решили квартиру будете брать нет Дима сказал что однокомнатная квартира его никак не устраивает ну как мы там будем жопами что ли толкаться нет вы представляете я говорю мам ну вы пока купите эту квартиру насобирайте денег потом он расширится ой в глаз попало что-то мне ой в глаз попало что-то Машка он потом говорю подсобирает денег вместе с тобой говорю и возьмет себе двухкомнатную квартиру эту продаст девчонки мальчишки неужели они права неужели вот так все запущено что можно меня по-всякому оскорблять унижать делать из меня какого-то монстра я старалась я пыталась я старалась достучаться до матери до брата не получается понимаете вот просто никак не получается мне кажется что я вообще сейчас в такой жопе если честно вам даже этого не передать словами я уже два дня fronts реву читаю комментарии просто Jennifer я сегодня хотела сделать в видео совершенно другое понимаете написала об этом в сообществе так как мне пишут такие комментарии у меня просто такой протест протест я даже девочки сегодня в очках потому что я зареванная автоматом что я просто-напросто разореванная, понимаете, вот у меня глаза на мокром месте. И я считаю так, что если моя мама приняла решение, то это чисто ее решение, это ее жизнь. И то, что я ее люблю, это факт, но то, что моя мама меня не любит, то это тоже факт. Я говорю, я никогда не забуду свое детство, девчонки. Никогда в жизни почему-то я всегда обращаюсь к девчонкам, потому что меня смотрит большая часть моих девочек любимых. Когда моя мама вот жила с моим отцом, у меня не было детства, не было. Но когда моя мама стала жить с отцом моего брата, то у меня его тем более не было. У меня не было ни детства, ни юности. Почему? Почему мы с братом все чувствовали себя ущербными в этой семье? Возможно, поэтому мой брат ударился в Бога, понимаете? Вот. Возможно, значит, девочки, поэтому я всегда хотела уехать из этого дома, из родительского дома, как говорится, из семейного очага, да, уехать жить к бабушке, где постоянно была любовь и взаимопонимание, где не было никаких ни пьянок, ни драк, ни скандалов. Почему мой брат стал убегать в возрасте 10 лет из дома? Почему? А потому что мой отчим устраивал такие скандалы, такие побоища, что вам даже этого не снилось, понимаете? И вот когда я стала более взрослой, уже, как говорится, девушкой, да, я маме-то сказала, вот так в открытую прям, говорю, мам, я никогда не буду жить так, как ты. Меня мой муж никогда пальцем не ударит. А если ударит, говорю, я сразу от него уйду. Я говорю, почему ты не ушла? Почему, говорю, ты дозволила себя обижать, позволила? Почему, говорю, ты позволила, чтобы твои дети страдали? Она молчит, она мне ничего на это не ответила. Дура была, потом мне сказала, дура была. Я говорю, как вам дура? Неужели, говорю, 10 лет, 10 лет можно терпеть побои от мужика, оскорбления, унижения. Можно терпеть, чтобы твоих детей унижали, оскорбляли, чтобы твои дети прятались ползу углам, уезжали жить к бабушке за 3-9 земель подальше от своей матери, чтобы не видеть этого всего, не слышать. Я когда только приезжала жить к бабушке в Благовещенск, я была самой счастливой, потому что я спала ночами спокойно. Понимаете вы это или нет? Мать меня не захотела тогда услышать, когда я была девчонкой, пацанкой. А теперь-то она, тем более, не хочет меня слышать. Понимаете? Ее муж, вот, как говорится, пришлый, да, я так его называю. Отец Димкин, он был татарином. Хотя, говорят, татары не все такие, но они в основном такие, не в обиду сказанным татарам, да, но он был таким жестоким, он был таким деспотом. А когда пьяный, то это вообще просто ужас был какой-то, просто был какой-то ужас. И почему я, пацанка, девчонка, должна была все терпеть? Я там слезно мать, помню, просила. Мама, отправь меня в Благовещенск жить, к бабушке. Мне было больно и обидно. Я не хотела вообще дома находиться, потому что через день были те пьянки. А когда получка, так вообще это было все. А мать его терпела, мать его терпела. Любила, что ли? Неужели можно любить вот так вот беззаветно, чтобы плевать на своих детей? Сейчас меня опять будете осуждать. Я не имею права осуждать свою мать. Не имею права, но я ее осуждаю, потому что я все это пережила на своей шкуре. И сейчас вы не имеете права меня осуждать. Я сделала все возможно, невозможно для своей матери, чтобы она жила счастливо. Она сама отказалась от этого счастья. Мы, по первому ее слову, все для нее делали. Все буквально, буквально все. Почему я должна сейчас перед вами сидеть и оправдываться? Что я не верблюд? Довели вы меня до слез, девчонки, мальчишки. Не хотела реветь. Вообще уже подумываю, закрыть наверно надо к чертовой матери мне этот канал, чтобы жить спокойно, чтобы меня никто не обсирал, не унижал, не оскорблял. Все, пошла я домой. Если у вас будут какие-то ко мне вопросы, пишите мне в комментариях. Буду рада всем ответить. Но если будете мне писать пакости, я буду сразу всех блокировать. Не хочу больше не слышать, не видеть ни унижений, ни оскорблений. Или вообще закрою свой канал и буду жить просто-напросто спокойно, без всяких проблем. Просто обидно, когда ты ни в чем не виноват, тебя обвиняют в том, что ты совершенно не делал. Просто совершенно ничего ты не делал. Ты жил, как говорится, помогал своим близким, все делал для того, чтобы было всем хорошо. А в итоге ты оказался просто-просто говном, полным говном. И за моего сына тоже мне не надо ничего такого говорить. У меня сын самый лучший на этом свете. А знаете почему? Потому что он никогда не пройдет мимо, не останется в стороне чужого горя. Вот как он моему брату помогал. А тот отблагодарил. Он сейчас, знаете, что мне сказал мой Кирюшка? Говорит, мам, ты знаешь, ты думаешь, я никому не буду помогать? Говорит, так же буду помогать. Потому что, говорит, я человек, я человечный. Вот такие-то дела мои хорошие.